Летом прошлого года в Звенигородском микрорайоне Восточный приступили к возведению долгожданной современной школы на 1100 мест. Ход строительства проинспектировал глава округа Андрей Иванов. Сейчас на объекте задействованы более 20 человек и 11 единиц спецтехники. На данный момент производится армирование вертикальных конструкций, колонн и стен первого этажа пятого блока. Из-за технических особенностей участка строительство пришлось разбить на несколько этапов. Школа разбита на два этапа строительства. Это первый и второй. Первый у нас производится в рабочем режиме, но по второму мы приступить не можем, потому что здесь у нас находятся сети газоснабжения. В скором времени сети перенесут из пятна застройки на другой участок. В остальном все работы идут в штатном режиме, согласно намеченному плану. Общая площадь здания составит почти 18 тысяч квадратных метров и вместит учеников начальных, средних, старших и подготовительных классов. Школа у нас рассчитана на 65 классов с двумя спортзалами, с двумя актовыми залами, с читательским залом и столовой непосредственно на первом этаже. Также на территории оборудуют спортивную многофункциональную зону с открытым доступом для жителей и удобным парковочным пространством на 45 автомобилей. В данном проекте предусмотрено спортивное ядро общего пользования, в котором будут размещены беговые дорожки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка и, так скажем, спортинвентарь в виде тренажеров и беговых дорожек. Так как здание школы достаточно габаритное и находится в непосредственной близости к ЦКАД и единственному подъездному пути к микрорайону, жителей волнует вопрос дальнейшего дорожного сообщения на этом участке. Мы приняли меры по устройству временной дороги, ее расширили, привели, так скажем, в надлежащее состояние для того, чтобы на данный период строительства подпорных стен, которые необходимы для выноса существующего газопровода, жители могли комфортно пользоваться ей. После выноса газовых сетей подрядчик произведет устройство нового дорожного покрытия в рамках общего благоустройства, прилегающей к школе территории. Полностью завершить строительство и сдать объект планируют летом 2024 года и 1 сентября образовательное учреждение примет первых учеников. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.